Великобритания 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 Потому что хочу сказать от имени всех учеников, которые не могут присутствовать здесь, они находятся на соревнованиях в других городах, в других странах, что большое ему спасибо. Если бы не было его, то, наверное, не было бы и нас. Потому что многие, очень многие, я в том числе, обязаны ему практически всем. Тем, что не только мы конкретно, а вся школа российского фехтования, но я буду говорить от имени саблистов, особенно сабельного фехтования, обязаны ему тем, что во всем мире знают, сейчас знали советскую, а теперь российскую саблю. Очень приятно, что наконец это оценили и поставили великому тренеру, великому человеку бюст. Большое спасибо. Спасибо большое. Так долго называли. Это все, конечно, Дэй Табрамович. Это он умел так возложить ответственность, что приходилось ее брать и нести. И, слава Богу, получается. И я очень благодарна всем, кто... эту идею создания Аллеи Славы наших великих учителей перед Институтом физкультуры, нашим дорогим Цаливкам. За эту идею огромное спасибо. И от меня, и от учеников, и от будущих поколений. Потому что, конечно, Гена, ты прав. Вот действительно студенты выйдут покурить. Вот. И увидят, и прочитают. Потому что, конечно, это и наша история. Спасибо огромное организаторам. Спасибо огромное за эту идею, за воплощение этой идеи. Я понимаю, что это не просто было, но действительно здорово. Спасибо большое, дорогой учитель. Посчастливилось. 40 лет. Вот. Мы с Генкой вместе поступили в институт. И вся наша группа выучилась на педагогов. И, в принципе, неплохо получилось. У всех есть мастера спорта международного класса, чемпионы мира. И, конечно, спасибо огромное Дайте Абрамовичу за тот пример доброты, такого счастья в фехтовании, как он говорил. Я так счастлив фехтовать. Я так счастлив быть в своей науке, в своем движении спортивном. И вот это счастье ведь нельзя научить. Можно только заразить. И вот Дайте Абрамович так хорошо заразил 40 лет тому назад, что до сих пор мы эту бациллу в себе носим. Мы любим фехтование и очень дорожим. Та доброта, та забота, то внимание, то творческий энтузиазм, с которым Дайте Абрамович вообще относился ко всем новым идеям. Вот мы с Ларисой Геннадьевной в 2000 году подошли и говорили, Дайте Абрамович, мы хотим ветеранским спортом начать заниматься. В мире же это есть, а у нас в России этого нет. Он тут же поддержал и тут же придумал какие-то упражнения на спортивное долголетие. Тут же нас сразу же начал готовить. Спасибо Вите Кровопусков, тоже тогда впервые мы начали ветеранское движение, запустили. Сейчас у нас спустя 17 лет огромная сборная команда России, которая фехтует на международной арене. В 2004 году с Олегом Давыдовичем поехали, увидели на замечательном симпозиуме. Геннадь подсказал, поехали на симпозиум. Увидели там артистическое фехтование, увидели паралимпийское фехтование. Боже мой, я приезжаю, думаю, почему же у нас в России-то этого нет. Прихожу опять Дайте Абрамовичу, говорю, Дайте Абрамовичу, сделаем паралимпийское. Тут же подсобрали мозги, все это сделали. И сейчас сборная команда. Больше 50 медалей на чемпионатах Европы. Больше 30 медалей на чемпионатах мира. Наша сборная паралимпийская завоевала. Несмотря на то, что это было последнее десятилетие его жизни, когда он практически ежедневно, регулярно бывал у нас здесь на тренировках. С нами выезжал на международные соревнования, на сборы. И все тренеры, конечно, как только Дайте Абрамович появлялся, все задавали вопросы, занимались. Да, Элен Смыл, ну вот сколько времени мы. Спасибо большое всем этим наукам, всему тому, что научил Дайте Абрамович. И вот это самое главное, то, что он так любил вообще вот людей, свое дело и свою семью. И таким примером был для нас. Ну, слава Богу, даже учил нас, как выбирать мужа и жену, вот когда мы учились. Ну, такие интересные вещи. Ну, жизнь действительно, вот спасибо огромное, что меня жизнь свела с таким великим учителем. И слава Богу, вот кто поженились во время института, так и живем. Все вот замечательно. Вот Дайте Абрамовичу действительно очень много фраз замечательных слов. Овечек растащили на цитаты, да? Ну-ка, Аленка, скажи, как Дайте Абрамович нам говорят. Без праздник жизни без нас не пройдет. Да, 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 да. Этот праздник жизни без нас не пройдет, когда вот эти соревнования начинались. Знаете, да, сейчас тяжелые времена для паралимпийской сборной России. Но я точно знаю, когда мы выехали на соревнования, и нас все-таки допустили на чемпионат мира по юниорам, после всех этих событий в прошлом году, в ноябре. Я села в самолет, и сразу же Дайте Абрамович вспоминает, как бы этот праздник жизни без нас не пройдет. Вот, и мы действительно участвуем в соревнованиях. Техтовальщики могут участвовать во всех международных соревнованиях. Сейчас мы готовимся к международному первенству. Кубку мира, к первенству мира. И, конечно, всегда вспоминаем науку Дайте Абрамовича. Извините, я долго, наверное, но сейчас я скажу последнее. Вот самое главное, что он нам всегда говорил, когда мы волновались перед Середомой, он говорит, повеселей. Да? Вот это вот состояние повеселей, повеселей фехтуйте, повеселей живите, поэнергичней. Вот этот оптимизм замечательный. Спасибо большое, что мы это имеем, и я всем скажу словами Дайте Абрамовича. Повеселей! Повеселей!